МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем об эпид-обстановке в крае. Незаконная подработка, за что ставропольские полицейские задержали иностранца. Сколько километров комфортных, а главное, безопасных дорог появится в Ставрополе уже в ближайшее время в рамках одноименного нацпроекта, расскажет Мария Гнездилова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь подробнее об этих и других событиях. Сейчас об эпид-обстановке. Еще у 11 ставропольцев подтвердили диагноз коронавирусная инфекция. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. Число заболевших в регионе достигло 277. В Краевом Минздраве рассказали о том, как себя чувствуют инфицированные пациенты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь пациентов в тяжелом состоянии, трое из которых находятся на ИВЛ. 43 человека средней степени тяжести. Все остальные, в том числе все дети, в легкой степени тяжести. За все время выздоровели 38 человек. Ставропольцев убедительно просят оставаться дома. Самоизоляция сейчас самый эффективный способ, который поможет побороть вирус. Сейчас кадровые новости из Пятигорска. Лев Травнев, который несколько дней назад принял руководство городом, оставил должность. Его здоровье ухудшилось, и поэтому он не может продолжать работу. Губернатор Владимир Владимиров поддержал это решение. На пост руководителя города и оперативного штаба муниципалитета Травнева сменил Дмитрий Ворошилов. Он занимал должность замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона. А до этого много лет трудился в Пятигорске. Сегодня Владимиров провел рабочую встречу с Ворошиловым. Губернатор отметил, что динамика распространения коронавируса на курорте в последние дни резко снизилась. И сейчас стоит задача сохранить эту тенденцию и обеспечить устойчивую работу всех городских служб. На Ставрополье продолжают следить за соблюдением режима самоизоляции. На улице городов и сел края ежедневно выходят патрули. Халатно относиться к здоровью сейчас непозволительно. В регионе уже привлекли к ответственности более трех с половиной тысяч нарушителей режима. Протоколы направили в суд. Некоторые ставропольцы реагируют на действия полицейских грубо и даже противозаконно. Один из таких случаев накануне произошел в краевой столице. На улице Короленко сотрудники заметили нетрезвого мужчину. Он отказался объяснять, почему вышел на прогулку. Данному гражданину было предложено предоставить документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт. Однако данный гражданин отказался исполнять законные требования сотрудников полиции и предоставлять какие-либо свои данные. В дальнейшем он начал вести себя агрессивно, оказывать явное неуважение к нам. Начал нас отталкивать и пытался сбежать. Однако действия его были приостановлены. Теперь мужчине придется ответить по закону не только за нарушение самоизоляции, но и за неповиновение сотрудникам полиции. И в продолжение темы. 39-летний житель из Обильненского округа пострадал из-за собственной усталости. Он ехал за рулем иномарки и, как мужчина сам позже признался полицейским, уснул в дороге. В итоге неуправляемый автомобиль врезался в столб и перевернулся. Пострадавшего доставили с травмами в больницу. Другие ЧП в оперативной сводке. Неприятное совпадение. 26-летний житель Шпаковского района несколько дней назад получил водительские права. Его лишали документа на полтора года за пьяной поездки. Парень, видимо, решил отметить возвращение долгожданных прав. И история повторилась. Его остановили полицейские и зафиксировали опьянение. Теперь нарушителю грозит уже тюремный срок. Накопал на статью. Ставропольские полицейские узнали, что уроженец ближнего зарубежья собирается распространять наркотики на территории края. Мужчину выследили. Он как раз закапывал один из свертков на территории Ставрополя. При обыске у злоумышленника обнаружили больше 150 свертков с героином. Общий вес наркотиков порядка 500 граммов. Теперь мужчина ответит за такую незаконную подработку. Он под стражей. Возбуждено уголовное дело. Обман по телефону. 65-летнему жителю Кировского округа позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с карты собеседника происходит незаконное списание. А чтобы предотвратить его, необходимо срочно оплатить страховку. Пенсионер поверил и перечислил 170 тысяч рублей. Позже понял, что это уловка и пошел с заявлением в полицию. Мошенника ищут. Сейчас хорошая новость для ставропольских автомобилистов и пешеходов. В краевой столице на улице Даваторцев приводят в порядок дорожное полотно и тротуары. На каком этапе ремонт одной из главных транспортных артерий Ставрополя и когда все работы закончат, знает Мария Гнездилова. Не самый трудоемкий, ну как минимум для женщины, потому что напоминает обычную уборку в квартире процесс укладки тротуарной плитки. Но тем не менее этот процесс необходим. Я сейчас затираю швы плитки для того, чтобы в будущем она не ходила, не шаталась под ногами пешеходов. После затирки плитки рабочие приступят к установке бордюров. Новые тротуары, выполненные в узнаваемом разноцветном ставропольском стиле, уже проложили на большей части улицы Даваторцев. Однако еще остались участки, которые не под силу осилить ни одному пешеходу. Там работы начнутся в ближайшее время. За день одно звено, вот данное звено, около 350-400 квадратов плитки укладывают. Но это уложить плитку-то одно, надо же подготовить основание, на что уходит основная масса времени. А так 400 квадратов где-то в среднем ребята делают. В это же время приводят в порядок дорожное покрытие улицы. Ремонт приостанавливают только если мешают погодные условия. Сейчас рабочие по всему краю ждут сухих весенних деньков. На Ставрополье продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На капремонт краевых трасс направлено более полутора миллиардов рублей из бюджетов разного уровня. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в городе Ставрополье будет приведено в нормативное состояние 8 участков. Из них улица Доваторса, общей протяженностью 1,4 километра. Объем финансирования за счет средств федерального краевого местного движения составит 102 миллиона рублей. Вообще укладка асфальта чем-то напоминает выпечку многослойного торта. Казалось бы, идеально ровное покрытие. Несколько сантиметров нового асфальта – это только первый слой будущей автодороги по улице Доваторцев. Затем в местах, которые наиболее подвержены разрушению, появится слой из геосетки и только потом основной слой асфальтового покрытия. Ну и как вишенка на торте, а в случае с дорогой – главное правило безопасности – дорожная разметка из термопластика. Все работы планируют завершить к июлю. А приняли участие в создании комфортных и безопасных дорог Мария Гнездилова и Сергей Трегубов в Ставропольское телевидение. На полях Ставрополя заканчивается пассивная. Петровский округ – не исключение. Впрочем, у аграриев есть серьезные опасения из-за отсутствия дождя. Что еще происходит в округе, расскажет глава Александр Захарченко. Практически Петровский городской округ уже заканчивает весеннюю посевную. Осталось только позднее весенние яровые культуры. Это подсолнечник. Остальные культуры уже сегодня посеяны. И поэтому главный вопрос сегодня – нужны осадки. Потому что озимая пшеница, которая есть на сегодняшний день, и озимая культура находится в неплохом состоянии. Но, тем не менее, засуха, которая накрыла весь край, она сегодня актуальна и для нас. И поэтому ждем дождика. Работают также и другие предприятия, которые разрешены и постановлением правительства Российской Федерации, и постановлением губернатора Ставропольского края. Работают детские садики по заявительному характеру. То есть рабочие, которые связаны с непрерывным процессом в агропромышленном комплекте, да и другие разрешенные предприятия, они тоже могут своих детей приводить сегодня в садике. В целом, обстановка стабильная. Поэтому надеюсь на то, что ситуация, которая связана с коронавирусной инфекцией, она закончится, а жизнь продолжится. Мы надеемся на лучшее и верим в это. Спасибо. Также вы можете присылать свои вопросы и на номер нашей редакции 8 928 350 80 70 в мессенджерах WhatsApp или Telegram. Итак, включаем телеканалы Свойотовы или ОТР 29 апреля в 18.00. Ну а это все новости к этому часу. Следите за нашими следующими эфирами. Наши журналисты продолжают работать для вас, чтобы вы были в курсе всех событий. Ну а впереди прогноз погоды с моей коллегой Анастасией Антонец. Я передаю ей слово, а с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегида. Всего доброго. Хорошего настроения, дорогие телезрители. Прогноз погоды на 23 апреля. Четверг прямо сейчас на своем. В Ставрополе облачно. Температура днем плюс 11, ночью плюс 2 градуса. В Изобильнинском и Новоалександровском округах небо тоже затянуто облаками. Плюс 14 днем, ночью плюс 3. В Пятигорске минеральных водах пасмурно. Днем плюс 14, ночью плюс 6. Кисловодск продолжает удивлять. Там снег с дождем. Днем температура плюс 10, ночью плюс 3. На востоке края тепло и без осадков. В Буденновске и Нефтекумске днем плюс 14, ночью плюс 6. В Ипатово-Арсгире и Дивном днем также плюс 14, а ночью плюс 4 градуса. 23 апреля отмечается Всемирный день книг и авторского права. Литература занимает важное место в культуре. Среди художественных произведений самой популярной книгой признана 451 градус по Фаренгейту Рея Брэдбери. Самое дорогое печатное издание приобрел Билл Гейтс за 30 миллионов долларов. Это Лестерский кодекс Леонардо да Винчи. А самый длинный в мире роман «Люди доброй воли» составляет 27 томов. Любите книги и оставайтесь с нами на своем ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok